Я реально не знаю, что делать дальше. Здесь, по идее, не должно быть сейчас глубоко. Реальный экстрим какой-то. Зачем я это только все затеял? Планировка дома достаточно интересная и продуманная. В доме размещается вестибюль, две спальни с ванной комнатой, просторная кухня-гостиная и баня с душевой и туалетом. Это все занесла Мерида. А впереди у нас потрясающая местность вот с таким вот рельефом. Велик проваливается, но низкое давление вот на этих катках меня спасает. Полуфэтом назовите, трейловым назовите, кросс-контрейном. Пес его знает, что это такое. Эксцептус трейл. Скрестили, не скрещиваемые, впихнули, не спихуемые. А мороз сейчас минус 15. Думаю, вам будет интересно, как эта Меритка справляется с этими морозами и как воздушка. Сантурчик, прости господи. Справляется с морозом. Вот я сейчас еду на 27,5+. Опять же, почему они 27,5+, когда у них там размер по толщине чуть-чуть не подходит? Всем наплевать. Факт в том, что эти колеса чуть-чуть шире, чем привычные для нас. Я уже запыхался. Хотя дорога казалась бы ровной. Фух, не обольщайтесь, друзья. Это накатали снегоходы при всей вот этой вот очаровательной дороге, которая кажется прямой. Она на самом деле такая довольно рыхлая. Байк реально копает. Это не то, чтобы спорт, это фан, конечно. Но я вам скажу, что здесь выносливость тренится очень недурственно. На Фэте, если бы я понизил давление, уверен, я бы себя чувствовал здесь гораздо лучше. Ну вот какой-то небольшой совершенно километраж прошел. Я столько энергии здесь оставляю. Геометрия бигтрейла, она мне не сильно помогает. Здесь можно нормально только ходить на лыжах и пешком. Ну, наконец-то я выехал на более утрамбованную джиперами Клил. Здесь байк не проваливается и можно чуть-чуть навалить. Выехал из Кли. Вот, к слову, руль широкий помог удержаться от падения. Самое важное в этих видосах не просто показать вам зимнюю сказку, хотя, блин, зацените какой лес, а. Но моя задача показать вам сам Вилл. Байки сейчас стоят неприлично дорого. Увы, это так. Подойти к покупке нужно с умом. Я надеюсь, в том смысле, что съемки моих видосов помогают вам сделать правильный выбор. Фух, закопался. Здесь уже рыхло, здесь уже так не проедешь на изи. Полное бездорожье. Тут реально глубоко. Сингл-системы хватает. У нас хорошая пониженная передача получается. Фух, дальше просто идти пешком. Тут проехать пока нельзя. Продолжаю копать целину. Кстати, даже вполне неплохо. Но там есть свой интерес. И вот я чапаю вообще просто по пустому снегу. Просто по целине. И вполне нормально. Сейчас вообще боком еду. Единственный минус у Диора сингла. Лапка по кассете возвращается в среднее положение. Я не понял, в какой момент это происходит. Но во время остановки я вижу, что лапка вернулась в среднее положение. Ну что, я где-то за час, наверное, десяточку все-таки сделал. Это было нелегко. Большинство людей сейчас думают, факт, нафига это все надо? Какой-то бред. Чувак какой-то ерундой занимается. На самом деле это реально кайфово. Ты работаешь, ты выносливость развиваешь. Ты готовишь себя морально к каким-либо трудностям. Потому что вот так фигарить в целину, это вам не в тапки. Я думал пройти сегодня хотя бы даже если двадцаточку, будет шикарно. Но я боюсь, что пройти это вот прям в буквальном смысле пройти. Мусор берем с собой. Это наш принцип. Мы за сохранность чистоты природы. Ох, крутые речные берега. Интересно, насколько крепок лед. Взять с собой какое-нибудь спасоборудование. Горячие чаи, там переодевалку какую-нибудь на случай провала под лед. И снять про это ролик. Блин, пацаны, короче, я все-таки решился поехать по льду. Я понимаю, что северным, ребята, наверное, не понесли мой страх. Но ладно, может ничего не будет. Я поеду прямо возле берега. И буду внимательно-внимательно слушать малейшее потрескивание льда. Здесь, по идее, не должно быть сейчас глубоко. Я здесь сплавлялся уже. Но стрёмно просто ехать дальше по льду. Но вот лед такой офигенский. И река петляет. Прям тут такой контентичный. Слушай, да, не, на самом деле сейчас очень холодно. Поэтому я думаю, что все в порядке. Речка просто позже застывает. Но если она застыла, значит, нормально застывает. Я просто тут однажды в болотце небольшое провалился. Я тебе вечером наберу, если не ответишь, что я кого-нибудь на помощь позову. Где ты там, говорит, находишься? Это Иван Циферова. Ты видел когда-нибудь труп, который из воды вытаскивает? Он обычно разбухает, такой здоровый становится. О, да. Это вот то, о чем бы я сейчас хотел поговорить как раз. Ну что ж, друзья. Я решил положиться на великий русский авось. Надеюсь, он меня спасет. И друг сказал, что все окей. Буду держать поближе к берегу. На случай, если я все-таки, не дай бог, окажусь в воде. Хотя вы все сейчас напишите, что я дикий очканавт. И я не буду с вами спорить. Но поскольку у меня нет совершенно никакого опыта катания по руслам рек. Особенно по руслу этой реки. Которую за три года, что я ее знаю, вижу первый раз, что я встал. Ну, просто погода не была подходящая. Ну, вот, например, когда поваленные деревья. И лед такой, типа, в синеву уходит. Насколько это вообще? А я русло это знаю. Я здесь ходил на сапсерфе. И здесь очень много таких повальных деревьев. Когда торчат бугорки, я прям негодую, если честно. Сука! Че тут все-таки хрустнуло? Хрустнуло. И причем весьма так ощутимо. Я реально не знаю, что делать дальше. Я заехал в такую задницу. Отсюда придется пехом выбираться. Мама не говорю, здесь нет тропинок в окрестности. То есть, они до сюда не доходят. Здесь обычно лес такой довольно густой. Отсюда придется выбираться пехом через вот эту вот целину. Я понимаю, что весь ролик сейчас на этом построен. Но, а что мне делать? Интернет сейчас здесь нифига не ловит. Связь здесь с телефоном, ну, более или менее. И как бы вот, что делать? Здесь км идти, потом мокрым, типа, по лесу до цивилизации. Так, ладно, кроме крикливых шуточек, я решил понизить давление в колесе в переднем, сзади там уже. Здесь, хотя здесь вот так уже довольно низкое, блин. Ну, я надеюсь, что это поможет распределить нагрузку. То есть, я думаю, я должен на лед делать, ну, просто минимальный вес на него должен. Стремно. Здесь местами реально болото. А на болоте, насколько я помню, там не так, чтобы очень все это. Продолжаю держаться ближе к берегу. Я думаю, это лучшее решение. Но, блин, виды, конечно. Виды просто чумовые. Так, вот здесь прямо совсем синие проталины. Блин. Хрустит. Блин. Топ. Там, там, там вода. Там проталина. Там прям... Провалился на... Фу. Таки да. Таки провалился на чутка. Там, короче, проталина. Сейчас мы туда ближе подойдем. Да, GoPro села. Вот это вот местечко. Такое беспалеванное. Здесь, видите, бежит вода. Потому что скорость утечения здесь увеличивается. И здесь, скорее всего, довольно-таки тонкий лед. Хорошо, что я увидел эту фигню раньше. А подо мной уже на тот момент хрустнуло. Видеосъемки срочно сворачиваются. Плюс еще GoPro село от холода. И надо сейчас вернуться назад. Посмотреть, где более безопасный переход через эту реку. Потому что я ей больше не доверяю. Фу, блин. Да, Америда. Что, у нас впереди целина. Будем пробираться. Но я по самой вообще... Просто в снегу. По самые колени. Вот так. И никак иначе, ребята. И придется все равно выбираться. Найти нормальное русло. Нормальное русло, к которому можно перейти, не провалиться. А здесь, мне кажется, можно провалиться уже где угодно. Реальный экстрим какой-то. Ноги мокрые. Ну, правда, правая только. Ничего страшного. Но они плохо работают. Короче, я уверен, что это не самое правильное решение. Но пробираться по вот этой бугристой целине вообще не вариант. Мне нужно в ту сторону. Там чаще, там кусты. Я знаю, что там есть тропинка. Я только оттуда приехал. И, наверное, придется стиснуть зубы. И все-таки проехать тем же маршрутом, как я сюда приехал. Надеюсь, что здесь лед все такой же прочный, как тогда, когда я сюда ехал. Страшно, кошмар просто. Черт. Придется валить прям вот так. Прям вот сюда, в сугроб. Давай, Меридоропа. Вот теперь я. Фу. Ну, пока выбирался по этим целинам, по Куртоярам. Выбился из сил. И дальше ехать просто не получается. Бреду пешком. Надеюсь, впереди будет более утрамбованная. Я по ней все-таки поеду. Нет. Нет терпеть больше сил. Я решил снять обувь. Не, ну, новости у нас, в принципе, неплохие. Нога у нас живая, волосатая. Ух, ну, не белая. Белая, конечно, но нормально. Можно растереть сейчас. Ну, что ж. Осталось недолго. Вон туда, в самую чащу. Километра три. И все. О, и мы практически вышли к цивилизации. Ах, зачем я это только все затеял? Ну, пойдем. Там все равно что-то красивое нас наверняка ждет впереди. Мы уже провалились под лед. Нам осталось только в верлогу к медведю провалиться. И все. И будет прям вообще огонь. Говорят, умом Россию не понять. А Россию велосипедную вообще невозможно. Как, например, объяснить стремление человека? И я, поверьте, не единственный из тех, кто в такую целину ломится ни на лыжах, ни пешком, в валенках, ни на велосипеде. В чем магия вообще велосипеда, который не отпускает таких, как мы, несчастных, порабощенных этим видом транспорта людей? Я не знаю. Может быть, вы знаете? Тогда расскажите мне об этом в комментариях. Фу, блин, ну какая красота кругом. Это же просто офигенно. Дальше велосипед едет на вас. Кстати, кажется, я вижу подобие дороги. Фу, ну все. Здесь-то она должна поехать. Давай, давай. Ура! Дорога! Ну что ж, Гопро села, снимаю дальше на телефон. И я уже охамел настолько, что даже уже еду не совсем на пониженке. Я начал ставить более высокую передачу, держась одной рукой за руль. Другой рукой держу телефон. Осталось недолго. Кошмар. Нога, в которой я провалился в воду, уже просто отнимается. Но она мокрая. Я носок снял. Сухого тоже ничего нет. Я напихал салфеток. И они кое-как впитывают влагу. Я их смениваю постепенно. И более-менее ботинок становится сухим. Вообще не чувствую ногу до самой пятки. Каталка доставляет уже удовольствие на обратном пути. Потому что такая красота кругом. Мы часто думаем с вами о том, тот велосипед или не тот. На самом деле, тот самый вел, это вел, на котором ты получаешь удовольствие. Выбирай байк, который будет точно таким же, как ты. Таким же отчаянным, ненормальным, веселым смельчаком, который подарит тебе самые замечательные эмоции. Я Макс Морелев, это канал Велосклад. Выбирайте сердцем, катайте с душой. До новых встреч!